Морозы никак не хотят покидать Красноярский край. На севере региона столбики термометров опускаются ниже 40 градусов. А в Красноярске сегодня было около 25. В морозные дни все службы в крае работают в усиленном режиме. Спасатели развернули на федеральных трассах мобильные пункты обогрева. А красноярские полицейские проводят регулярные рейды по котельным. Как город справляется с холодами и для кого стужа не повод для грусти в репортаже Ольги Тишениной. В морозные выходные красноярцы на улице подолгу не задерживаются, погода не располагает. Сегодня в краевом центре минус 25 и дует холодный ветер. Похоже морозы свои позиции сдавать не собираются. В холода особенно важна слаженная работа всех служб. В эти дни они работают в усиленном режиме. В котельных города сейчас как никогда жарко. В морозы приходится топить больше. Эта котельная в железнодорожном районе отапливает всю улицу Калинина. Рабочие здесь трудятся по 3 человека в смену. В морозы выходит на работу еще один специалист. Как говорит мастер котельной, погода вносит свои коррективы в работу. Уголь периодически налипает на стенки котла и приходится в буквальном смысле его выколачивать. В данный момент уголь сырой, не идет. Приходится втроем вместе один здесь стучить, другой сверху толкает. То есть связано с охолоданием и осадкой. До этого снег был. Поэтому основная трудность в этом. Когда на улице такие холода, котельная становится стратегически важным объектом. Она должна без перебоя поставлять тепло в квартиры красноярцев. Поэтому полицейские проверяют котельные каждый день. Если находят нарушения, тут же вызывают начальство. Впрочем, как говорят сами стражи порядка, такое бывает редко. Целью допущения чрезвычайных происшествий, связанных с ограничением, авариями на котельных. Проверяются сотрудники котельных, визуально осматриваются помещения, здания. Ну а сотрудники, чтобы трезвые были на рабочих местах. Работать в таком режиме службам придется еще долго. Холода задержится в Красноярске еще как минимум на неделю. Правда, 30-ти градусных морозов уже не будет. По прогнозам, в первую рабочую неделю февраля температура ночью не ниже 27 градусов мороза. А днем будет колебаться от минус 16 до минус 20. Некоторые красноярцы перед холодами не пасуют. Несмотря на стужу, все семьей отправляются на елки. А особо морозоустойчивые катаются с горок. Да лучше погулять, чем дома сидеть. Проветриться с ребенком. Ребенку интересно на горках покататься. День, когда мы можем с семьей выехать вместе, отдохнуть где-то, побывать на елке, в музей заехали. Полны оптимизма и отчеты медиков. Несмотря на холода, эпидемии гриппа и ОРВИ в нашем крае нет. За помощью к врачам обратилось 10,5 тысяч жителей. Это ниже эпидемического порога на 11%. Ольга Тишинина, Андрей Шалаков. Новости.